Привет, народ! Это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван Сагиров. Да, друзья, и мы продолжаем играть в Skyrim Special Edition. Ой, будет интересно. И, блин, ребят, я, наверное, стану сегодня Соловьем. Это ничего не заключит, потому что слишком много глюков. Слишком много. Ладно. Друзья, я играю на сложности легендарное. Легенда. И мы продолжаем, продолжаем, продолжаем проходить гильдию воров. Так, сейчас помню, что тут у нас. Вот, возрожденная триада. Королея сказала, что мы с Бринюльфом должны встретиться с ней у старого стоящего камня за юго-западными воротами Рифтена. Зачем это ей? Мне непонятно. Но я подозреваю, что дело как-то связано с Соловьябе. Так, не сюда. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Мне еще писали, что чтобы стать Соловьем, там в их пещере нельзя быстро бежать, иначе может быть баг, глюк. Я, в принципе, готов ко всем багам. Я уже привык нормальное явление. Скайрим все-таки вылечить невозможно, мне кажется. Всегда будут какие-то баги, потому что, ну, миллиарды комбинаций могут быть. По-разному можно играть. И разработчики просто физически не могут все убрать. Но, тем не менее, говорится, консоль, консоль нам в помощь, друзья. Так что, любой баг можно исправить. Это, ладно, когда я только, помню, начинал играть и в ванильный Скайрим, и, блин, когда мне приключался какой-то баг, я не знал, что мне делать. Вот это вот было да. Тогда у меня не было ни интернета, друзья. Вообще не было. Подожди. А что ты мне нужна сюда? Ладно, сейчас узнаем. Может, там с кем-то поговорить нужно. Опять в какую-то дверь. Странно. Ладно. Так, куда это мне нужно? Я что-то не пойму, куда меня... Ладно. Ты вроде не прочь выпить. Нет-нет-нет-нет-нет. С утра как-то не хочется выпить. Черный вереск. Тут, кстати, без перевода. Интересно, перевели табличку? Я не обратил внимания. Ладно. Это все ерунда. Блин, я просто вот думаю, за Соловьев же можно играть как... А, мне просто нужно было выйти из города, но как-то-то показало. За Соловьев можно играть как за скрытность, но так и за Воина. У них же, по-моему, нормальная броня, хотя я не помню, друзья. Хотя сейчас будем смотреть. Так что, отправляемся туда. Лисички бегают. Класс. И мне вот туда нужно. Так, стоп. Я так пройду или нет? Я, наверное, так не пройду. Я еще хотел посмотреть, какие у меня таланты стоят на короне. Да, у меня знак Воина и знак Вора. Также нужно будет разобраться, пришли мои дети и домой. Блин, я кое-что забыл. Ладно, потом. Потом, потом, потом. Не пойму, я правильно иду или нет. А, вот вроде бы... Да, вот, вот их камень. А вот и они. Они уже тут. Рада, что ты здесь. Чем это место так необычно? Это обитель Соловьев. Которую первые из нас вырубили прямо в склоне горы. Мы пришли сюда в поисках силы, которая поможет нам одолеть Мерсера Фрейя. Что это было? И дракон, друзья. Никто его не звал, никто его не ждал. Так, подожди. Где? Крики подчинения воли. Где мой крик подчинения воли? Где он? Ну да, конечно. Сейчас нужно будет его бегать, вылавливать. Потому что на нас он, конечно же, не согрелся. Крики подчинения воли. Так, кончик. Вот, 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 вот. Блин, ну... Забри, друг. Вот, отлично. Сейчас поймаем. Все, отстань. Отстань, отстань. Не вздумай на меня приземлиться. Да все, 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 все. Не бейте его. Он наш. Я в твоем распоряжении. Писали его. Ой, что это? Что-то показалось. И погнали дальше. В этом не договорил с Корлеей. Привет. Блин, я себе громкость сделал плохую. Сейчас добавлю, извините, ребят. В поисках силы, которая поможет нам одолеть Мерсера Фрея. Рада, что ты здесь. Это обитель. Мы пришли сюда в поисках силы, которая поможет нам одолеть Мерсера Фрея. Что это может быть за сила? Иди за мной. Я все объясню по дороге. Сюда, пожалуйста. Потом порасспрашиваем у нее. Ой-ой-ой-ой, у нее лук добавился. Ну, такой эпичный-то. Да, я, по-моему, уникальный, друзья. По-моему, он уникальный. И заходим. Соловьиный зал. Вау. Слушайте, друзья. Вот он какой, соловьиный зал. Я слышал об этом месте, когда вступал в гильдию, но не думал, что оно и вправду существует. Мнение, что соловьи просто миф, активно насаждалась в гильдии. И не без причины. Это помогало отвлечь внимание от нашей истинной природы. Что не так, Бриньер? Я почти слышу, как на лбу у тебя собираются морщины. Я пытаюсь понять, зачем я здесь, девочки. Я не жрец и уж точно не религиозен. Зачем ты позвала меня? Речь не о религии, Бриньер. Это деловая необходимость. Деловая необходимость. Вот, мне просто интересно, есть ли какой-то баф, который добавляется, когда ты просто становишься соловьем. Это соловьиный зал. Больше стали отсюда не ступала нога непосвященного. Теперь, после того, как вы пройдете вооруженную и возьмете соловьиные доспехи, мы можем начать обряд клятвы. Время уходит, а Мерсера мы пока не нашли. Давай займемся этим. Вау. Как ни крути, но Special Edition... Думаю, надо довериться и согласиться. Спешл Эдишн действительно дал толчок, такой жесткий толчок на развитие оживления Skyrim. Я играю не на максимальных настройках, а картинка такая крутая, друзья. Ну что ж, мы подходим. Думаю, надо довериться и согласиться. Думаю, да. Ты не спешишь надеть свою соловьиную броню. Что тебя беспокоит? И этого хватило, чтобы у тебя голова закружилась? Ой-ой-ой, так быстро переделись. Ну что ж, пробуем. И вот у нас добавился сет, друзья. Соловьиный сет. Вау. Так, где-где-где-где-где-где-где-где-где-где. Не долго мы побегали в Черном Страже. Вот. Соловьиная броня. Увеличивает запас сил на 40. Увеличивает сопротивление холода на 50%. Да, ну честно говоря, она действительно больше подходит для воина. Доспехи 62, но всего лишь на 2 больше, чем у Темного Стража. Одеваем, друзья. Дальше. Соловьиные перчатки. Взлом облегчается на 25%. Честно говоря, я не вижу в этом большой бонус, потому что взломы даже ультрасложные, без каких-то-либо бонусов и атаки одноручным оружием наносят на 25% больше урона. А вот это вот круто, друзья. Это, получается, кинжалы, мечи, дубины одноручно носят на 25%. Это класс. Одеваем. Дальше. Сапоги. Носитель движется бесшумно. Как мне кто-то написал, что русские ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-казы. Там, блин, забыл это слово. Короче, ребята, с Россией неправильно немножко перевели. И носитель движется не бесшумно, а тише. Вроде бы как бы так. Если это действительно так, то напишите в комментариях. Мне было бы интересно. Может быть, некоторые и тише, а вот некоторые все-таки действительно бесшумно. Вот. Что вы об этом думаете? Напишите, друзья. И соловиный капюшон. Заклинания иллюзии расходуют на 17% меньше магии. Иллюзия, друзья. Да. 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 Так что можно ее юзать. Все. Следовать за королием. Мы вот такие вот эпичные просто стали. Это невероятный. Это просто какой-то ниндзя ассасин. Такие глазки какие-то, видите, светятся. Вау. Ну, это эпик. Это реально круто. Ладно. Мы уже ушли. Пока я засматриваюсь. Давайте догоним их. Суперкрутой, друзья, сет. Суперкрутой. Так, девочка, шмотки мы взяли. Теперь что? За этими вратами вас ждет возможность стать соловьем. Притормози, девочка. Броням не нравится, но становиться соловьем это не обсуждалось. У нас нет шансов победить Мерсера без поддержки Ноктюрнелл. Если она решит принять вас в свою паству, следует заключить соглашение. Какое соглашение? Я хочу знать условия. Условия просты, Бриньольф. Ноктюрнелл позволит тебе стать соловьем и использовать твои способности, как ты хочешь. Какие способности? И в замен ты должен служить стражем сумеречной гробницы и в жизни, и в смерти. Ясно. Сыр не бывает бесплатным. Но сейчас, я полагаю, терять особо нечего. Если это означает конец Мерсера Фрея, считай я в деле. А ты? Ты хочешь принести клятву Ноктюрнелл? Да! Да, я хочу! Хорошо. Когда я открою врата, встань в западном круге. И этого хватило, чтобы у тебя голова закружилась? Ты что, постоянно повторяет эту фразу? Какой баф? Какие способности? Может мне добавят какой-то баф, и я никогда об этом не знал? Время уходит, а Мерсера мы пока не нашли. Ну, способность. Давай займемся этим. На девушке вариант, конечно, очень круто смотрится. Этого хватило, чтобы у тебя голова закружилась? Ну что ж. Я тут быстренько пробегусь. И нужно встать вот сюда. Так, что же дальше? Вот мы стали. Я призываю тебя, госпожа Ноктюрнелл, королева тьмы и императрица тени. Услышь мой голос. Ах, королевая. А я-то думала, когда ты придешь. Потерпела неудачу, так ведь? Моя госпожа, я отдаю себя в твои руки и прошу о милости. Я признаю свое поражение. Ты и так моя королевая. Наш договор скреплен давным-давно. Что ты можешь предложить мне сейчас? Со мной двое желающих принести клятву и служить тебе и в жизни, и в смерти. Ты удивляешь меня, королевая. Такое щедрое предложение. Мое желание сокрушить Мерсера превыше жажды богатства, Ваше Величество. Месть? Как интересно. Хорошо. Условия приемлемы. Приступайте. Владычица Ноктюрна, мы принимаем твои условия. Мы вверяем себя тебе, как твои мстители и твои часовые. Мы будем чтить сие соглашения и в этой жизни и в следующей, пока твои требования не будут выполнены. Очень хорошо. Я называю ново посвященных соловьями и восстанавливаю тебя в этом звании, королевая. А в будущем советую тебе не огорчать меня больше. Есть! Мы стали соловьями и у меня очень интересны активные таланты. А, блин, у меня же снялось, надо корону одеть. Интуиция любовника. Ага, на 10% больше. Ну, это ладно. Искатель тени. Все навыки скрытности на 10% более эффективны. Это тоже баф в черной книге. Повышение запас сил. А, ну, это понятно. Время между криками. Это талос. Повышение класс брони. Взлом облегчается в перчатке. Капюшон. Почему он повторяется баф? Вот, кольцо ночного ткачая делает искрытность 10%. Да, бонусы не сильные. Вот, почему вот? А, это, наверное, разрушение, это искрытность. Она просто отдельно увидит. Преврушение шагов. Сила драконорожденного. Ваш крик безжалостно силы наносит больше урона. А, используя всех трех слов, может дезинтировать, дезинтегрировать врагов. Сопротивление болезням 100%. Это из-за того, что я вервольф. Сопротивление магии. Да, кровь. Бритонская кровь. Их сопротивление холодно. Но я потом все равно корону одену. Мне нужен баф покруче. Теперь, когда клятва принесена, пора раскрыть тебе последнюю тайну. Истинное преступление Мерсера. Ну? Что он еще натворил? Мерсер смог открыть хранилище гильдии, не имея двух ключей. Потому что он украл в сумеречной гробнице скелетный ключ. Ах, ну да. Сделав это, он разорвал нашу связь Ноктюрнл. И, по сути, вызвал полосу неудач для всех нас. Теперь понятно, чем не везло. Значит, этот ключ открывает любую дверь? Ну да. Но ключ открывает не только физические преграды. Мы не используем и части талантов, которыми одарены. Великие силы и великие возможности надежно заперты в глубинах нашего сознания. Когда понимаешь, что ключ может открыть и такой замок, возможности становятся бесконечными. Вау. Тогда этот ключ должен быть у гильдии. Хотя он может обогатить гильдию безмерно, в конце концов обладание им принесет больше горя, чем радости. Если ключ не вернуть на место в сунеречной гробнице, гильдия обречена. Со временем наша удача исчезнет совсем. А веришь или нет, лишь поразительная удача позволяет вору держаться на плаву. Первый раз в жизни мне поручают вернуть краденое. О, да. В нашей профессии редко приходится возвращать украденное законному владельцу. Пошли. Бринюльф хотел кое-что обсудить, прежде чем мы отправимся в путь. Выслушай его. Что там? Слушай, парень. Нужно еще одну вещь решить, прежде чем мы пойдем за Мерсером. Какую? Кто будет управлять гильдией? Зачем ты мне это все говоришь? Мы с Карли многое обсудили до твоего прихода. И... Вроде и тебе мы узнали правду о предательстве Мерсера. Да. Когда мы с ним разберемся, останется только вернуть гильдии прежнюю силу. В общем, мы с ней решили, что ты, наверное, сможешь заменить Мерсера на посту главы гильдии воров. Да, я стану главным! А, я? Почему я? Да ладно, да, да, нормально. Я играю в эту игру уже очень давно, дружище. Очень давно. Я крыл цацки узнать и вешал убийства на жрецов. Я это хорошо умею. Наверное, лучше многих. Ну и все. Я никогда не рвался к власти. Не жаждал ее. Она мне не нужна. Я просто не хочу. Красавчик. Я даже не знаю, что сказать. Самое время. Самое время! Слова, достойные главы гильдии воров. Да! Только смотри, чтобы корона сжать не начала. А, ладно. Нам еще нужно кое-что сделать до твоей коронации. Хорошо. Я принимаю предложение. Тогда решено. Когда все закончится и люди Делвина мне скажут, что мы снова на Каневской Риме, тогда и обсудим детали. А пока у нас работы по горло. О, да. Мы должны найти их первым. И я уверен, что глаза Фалмера лежат в две мирских руинах Иркентанда. Мы с Корлией будем тебя там ждать. Приготовься, парень. Эту битву мы надолго запомним. О, да, друзья. Я помню, там столько Фалмеров будет. Что ж, теперь мы Соловье. Да. И то, что говорила Корлия, начинает обретать смысл. Да. Мерсер подпортил нам репутацию и обчистил нас. Но такое даже для него уже слишком. Старый Делвин все говорил о проклятии, а мы смеялись. Кажется, теперь его черед хохотать. Да уж. Думаешь, у нас есть шанс против Мерсера? Если бы меня спросили об этом вчера, я бы ответил нет. Но теперь, я думаю, шансов у нас стало больше. Слушай, может, я и свихнулся, но я доверяю Корлии. Не думаю, что она поведет нас на смерть. Ну, и я лучше умру с кровью Мерсера на клинке, чем буду всю жизнь жалеть, что не решился на поступок. Блин, я вот все равно не пойму, вот какой баф. Встреча, парень. Неужели это всего лишь броня, которая добавляет вот эти вот параметры, и мы стали соловьями, и все. Я, знаете, думал, там, ну, дадут какой-то баф, который будет в талантах, и... Который, может, он сейчас добавился, я не знаю. Активные таланты. Да нет, ничего не добавилось. Все то же самое. Может, здесь какой-то талант добавился. Черный рынок. Секрет волшебства. Северный ветер. Превращение в зверя. Милость моры. Кости земли. Корни могущества. Но это то, что баф я взял один раз, может, это не то. Драконья кожа. Подожди. Драконья кожа поглощает 50% магии от вражеских заклинаний. Действует 60 секунд. А, ну да, это тоже камень. Ассасин. Вызов Корстага. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Прости, парень. У меня есть важные дела. В другой раз. Я хотел еще с Корлеей пообщаться. Просто мне интересно, что она еще мне расскажет. И есть ли тут еще что-то? Может, где-то еще сыт завалялся, с которым можно снять зачарование? Да ладно. Вряд ли можно, потому что это все уникальное. А что это у нас за дверцы? Ух ты. Тут можно нормально обустроиться. Поспать, отдохнуть. Какая-то книга. Почитатель красной кухни. Я ее читал. Она, по-моему, скрытность качает. Да, я ее читал. Так, тут у нас новичок. Новичок. Вау. Я, конечно, не знаю, как я буду проходить, но я буду, наверное, качать лук, друзья. Потому что я же вор. Не знаю, соловей, это уже, знаете, это уже воин какой-то, блин. Воина я пока не хочу переходить. Мне нужно прокачать скрытность полностью. Мне нужно прокачать лук полностью. Я хочу полностью прокачать вора. Вора и воина. Но воин будет чуть позже. Да, я собираюсь завершить свое эпическое прохождение именно за воина. Именно на самых мощных уровнях. Когда они будут самые все крутые. Я буду играть за воина, друзья. Я возьму тяжелые доспехи. Гайдрических очень хочу поиграть. Вот Корлия. Расскажи мне о соловьях. Гал, Мерсер Фрей и я были когда-то членами так называемой Соловьиной Триады. Триада распалась 25 лет тому назад, когда Мерсер Фрей предал нас, убив Галла и бросив его тело в разваленных святилищах Снежной Завесы. Они входили в гильдию воров? Опосредованно. Триаду обычно выбирают из членов гильдии, хотя само ее существование тщательно охраняемая тайна. Какова их цель? Соловьи охраняют храм Ноктюрнал. Сумеречную гробницу. Кто такая Ноктюрнал? Она госпожа ночи и тьмы. Покровительница всех воров в Тамриэле. Вот так вот. В первый раз слышу, чтобы воры кому-то или чему-то поклонялись. Ноктюрнал не нужно поклонение и почитание. Никаких жрецов и проповедей. Никаких обрядов и пожертвований. Она влияет на нашу удачу, но требует оплаты взамен. Звучит прямо как заказ гильдии. Ты ближе к пониманию, чем осознаешь. Разница только в том, что она не требует оплаты в обычном смысле слова. И цена иногда бывает очень высока. Известно тебе это или нет, именно Ноктюрнал дарует вору успех. Я все добываюсь своим мастерством. Никаких высших сил или магии. И опять нужно посмотреть с другой стороны. Приходилось ли тебе подмечать, как ведет себя наша удача? Иногда вор-новичок вскрывает сложнейший замок. А иногда слепой вдруг хватает тебя за руку, когда ты лезешь к нему в карман. Так незримо влияет на нас Ноктюрнал. А может это знаете как? Может это та удача, которая была во всех свитках, а в Скориме ее убрали. Не, подожди, не во всех свитках. Или во всех свитках была удача, друзья. Напомните мне, пожалуйста. Потому что в Скориме удачи нет. Может после прохождения гильдии воров ты становишься соловьем. И добавляется какая-то удача, которая нигде не бафается. Ну, я имею в виду не добавляется. Так ли это? Или это просто пасхалка, что раньше была удача, сейчас ее нет. Если ты проходишь, все равно получаешь какую-то удачу, друзья. Может когда я стану соловьем, я просто становлюсь более удачливым. Господи, мне вот это все распирает. Аж я не знаю, но что? Что вы об этом думаете? Похоже, она просто хочет нас помучить. Прихоти Ноктюрнл – великая загадка для всех. На эту тему написаны целые фолианты. Взимает ли она плату, когда мы умираем? Когда мы страдаем, радуется ли она нашему горю? Никто не знает. Но овчинка точно стоит выделки. Прости, парень. Я к тебе не обращаюсь. Я могу вернуться в соловьиный зал? Да. Теперь ты соловей. И можешь считать это место своим домом. Здесь ты найдешь много полезных вещиц и обогатишься новыми знаниями. Как только скелетный ключ вернется в сумеречную гробницу, я тоже поселюсь здесь. Вау, может, тут можно будет как-то обустроить это убежище? Я просто никогда не знал. Да ладно. Я не чувствую себя сильнее. Боюсь, забрав скелетный ключ из сумеречной гробницы, Мерсер позаботился о том, чтобы мы не воспользовались дарами Ноктюрна. А-а-а, теперь все понятно. Нам нужно убить Мерсера, вернуть ключи только тогда, только тогда мы будем пользоваться бафом Ноктюрна. Но она заговорилась с нами. Вы просто обменялись клятвами. Заключили неписанный договор с Ноктюрном. Для получения своих новых способностей, боюсь, мы должны выполнить свою часть договора. То есть вернуть ключ. То есть Ноктюрнл гневается на нас. Если бы Ноктюрнл гневалась на меня, на любого из нас, она бы не ответила. Она бы не ответила на мой зов. Не сомневаюсь, что она нам благоволит. И верю, что это даст нам достаточное преимущество, чтобы одолеть Мерсера Фрея. Прости, парень. У меня есть важные дела. Вот. Теперь мне все понятно, друзья. Теперь все понятно, ясно и... Вот где наш баф. Нам нужно пройти. Пройти воровый тогда. Только тогда мы получим уникальный баф. От Ноктюрнл. Скорим, я тебя люблю. Господи. Это освещение. Так, друзья. Ладно. Давайте быстренько сейчас в Рифтон. Наверное, мне хочется сбегать в приют. И узнать, наконец-то. Давайте выясним, добрались ли мои дети, наконец-то, в поместье ко мне. Есть ли они там. Потому что они где-то пропали. В прошлой серии я так и не посмотрел. И сейчас мы это сделаем вместе, друзья. Мне написали, что мне нужно было просто-напросто поговорить с управительницей. С новой управительницей. Дома. Что я типа выбрал. Ну, странно. Они же вроде сказали, все, мы собираем вещи. Я, наверное, просто недовыполнил квест. Сейчас мы, кстати, проверим, тут ли они. Я же их помню. Поздравляю. Надеюсь, впереди вас ждет замечательная жизнь. Не надо было. Ничего нет. Поздравляю. Надеюсь, впереди вас ждет. Чем я защиту кастую? Господи. Констанция Мишель говорит, что лучше не разговаривать с незнакомцами. Вот. Все. Так же спасибо, что ответили мне, что можно только двоих детей усыновить. Все. Это значит, что? Это значит, что они уже должны быть дома. Давайте ради интереса проверим сейчас в Айтране. У меня там тоже есть поместье. Может, за то, что там... Ну, по-моему, я там тоже убрал детское. Там мне нет детской. Просто многие написали из вас, что они в Айтране. Как? Почему? Там же у меня не было детское. Я, по-моему, ставил алкемическую. Там был выбор. Или сделать алхимическую лабораторию, или детскую. Может, я просто... И я явно сказал, что мы будем жить в том поместье. Да, сто процентов они там. Ладно, я так чисто проверю, друзья. У меня еще такая идея. Я хочу обустроить все свои поместья. Все как-то украсить. Ну, тут есть, знаете, для какого-то оружия. Вот здесь стандартное. А мне хочется сделать... Может, это нереально, но выкупить все дома, друзья. Все их обустроить. Во всех домах есть какие-то вывески. Везде просто не помещается все уникальное оружие, все дайдрические артефакты в одном доме. Может быть, в трех домах они поместятся, если я сделаю все три. Ну, представьте, все-все-все уникальные вещи. Все разместить на вот этих полочках, чтобы они смотрелись красиво. Но, блин, помимо этого уникального, мне хочется еще разместить стандартное оружие. Еще, знаете, было бы классно там сделать манекены и выставить все, абсолютно все сеты, которые существуют в Скайриме. Ну, было бы круто, согласитесь. Волки напали. Господи, у меня так столько девочек. Давайте возьмем какое-то оружие. Немножечко сейчас побью их. Ну, паралича. Сбежал. Почему бы и нет? Избегает. Ух ты. Блин, у меня какой-то... Горем девочек. Так, вот наша жена. Как приятно тебя видеть, душа моя. Лавка дает прибыль? Да. Вот твоя половина прибыли, любовь моя. Не хочешь меня чем-нибудь покормить? Вот. Мне как раз захотелось приготовить кое-что вкусненькое. Завтра приготовлю еще. Домашняя еда. Я буду здесь, солнце. Домашняя еда повышает нам хил, здоровье, магии и силы. По-моему, на 25%, друзья. Это неплохой бонус. Неплохой, друзья. Особенно, когда будем играть за воина. Это из-за всех. Такой вот универсальный. Вот они. Это то, о чем я мечтала. Я знаю, это мелочи, но я нашла симпатичные штучки. Они в сундуке в моей комнате. Если тебе что-нибудь понравится, бери. Я тебе так благодарна. Хочу хоть как-то отплатить. Класс. Мама брала меня на рынок. Там было столько пирогов и пирожных. Она сказала, что научит меня печь такие же. У меня для тебя кое-что есть. Руна? Ух ты, правда? А что это? А, это мы выбираем, что мы можем дать. Можно дать пирог. Можно дать оружие. Да ладно. Найдрический кинжалок и меня не дать, девочки. Пускай все валяются. Давайте еду дадим. Яблочный пирог. Надо игрушки давать. Спасибо. Надо игрушки. Я не помню, у меня были игрушки вообще в инвентаре. По-моему, когда-то были. Был меч, я находил. Платьице было когда-то. Я его где-то просто оставил. О, ну, может, я где-то здесь его оставил. Сейчас я проверю. Я постоянно находил платьица, одежда какая-то. Блин, а где же, где же, где же, где же, где же. Нужно будет опять тут навести порядки. Сейчас, друзья, быстренько просмотрю. Еще нужно мальчика найти, где он. Девочка пробежала. Все хорошо. Что же можно еще дарить-то? Блин. Неужели я все попродавал? Да ладно. Да, друзья. Скорее всего, я все попродавал. И... Блин. Обидно. Ладно, мы что-то найдем. Дейдрический сет ждет меня. Моя комнатка с сапогами. Это не годится просто так. Вот, наверное, вот эти вот две комнаты. Пчелки летают. Интересно, они нас не покусают? А где мальчик? Девочка нашлась. Девочка нашлась, а мальчика как-то не вижу. Дровишки рубают. Тебе что-нибудь нужно, папа? Руна, это и имя, господи. А я думаю, что за руна. Блин. Займись-ка делом. Пора домой. Давай поиграем. Мама брала меня на рынок. Мы видели огромную рыбу. Спорим, ты такую даже не поднимешь. Привет, пап. Привет. У меня кое-что для тебя есть. Ух, правда? А что это? Тебе тоже пока дам пирог. Вкусности. Спасибо. Здесь так холодно. Если долго играть на улице, можно навсегда замерзнуть. Вот. Не нравится им, не нравится. Давай поиграем. Конечно. Во что мы будем играть? В прятки, в салочки. Ладно, ты водишь. Уходи. Я вожу. Не догонишь, не догонишь. Не догонишь, не догонишь. Ай, меня осалили. Есть. Не догонишь. Ой, я в домике. Я в домике. Не догонишь, не догонишь. Есть. Ага, теперь же он не отдает. Ты вода. Не догонишь, не догонишь. Я вода. Не догонишь, не догонишь. Ай, меня осалили. Ладно, дожить я. Ну, наверное, тут будут покровы идти. Все нормально. Все нормально. Теперь, мне нужно искать какие-то игрушки, давать детям. Я хочу построить себе какое-то другое поместье. Всем огромное спасибо, друзья, что смотрели. Ставьте лайк, если понравилось, комментируйте, заходите в группу, подписывайтесь на мой канал. Также порекомендуйте это видео, друзья. Ну, если понравилось. Всем счастья и мира, друзья. Всем пока. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагира Иван. И дальше будет жарко, друзья. Дальше в моем прохождении будет очень-очень крутая локация. И там будет боль на сложности легенда. Все. Всем пока. Это был канал Мистер Кэт. Пока, ребят. Пока. Мальчик, ты как тут забрался? Ох уж эти дети. Ох уж эти детишки. Лично куда-то встрянут. Пока. Пойду бы доставать. Что-нибудь нужно, пап? Субтитры сделал DimaTorzok